МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами комментатор Степан Васильский и Александр Бушницкий. Начинаем. Сергей Иванов. Вышел у нас сборная команда Республики Сахая-Якутия. Первая команда. Его тренер Уйгура Василий Васильевич. Его противник Эжей Акер Ресолович. Двукратный бронзовый призер Сибирьского федерального округа. Сегодня представляет Сибирьский федеральный округ. Он представляет еще одновременно Республика ТВА. Борьба началась с обоюдным захватом. Сейчас более активен Сергей Иванов. Но очень хорошо контролирует за предплечье Эжей Акер. И арбитр разводит борцов от салавистов. И на дистанции. Работа идет на дистанции. Было движение, но не довел Сергей Иванов. Вывел с равновесия. Атакует Сергей. Защищается. Очень крепко стоит на ногах Эжей Акер Ресолович. Вот такое имя интересное у нашего сегодняшнего соперника. Но вчера борцы Тувинцы выиграли две золотые медали из трех. Так что у них отличная команда. Мы видим, что и здесь тоже Экер Рес. Отлично. Хорошую борьбу демонстрирует. Пока выигрывает по предупреждениям Сергей Иванов. Была попытка сделать сваливание. Но более высокий Эжей Акер, он чувствует это положение. И всегда на контроле держит. Пока Сергей тренер. Воспитавший двух чемпионов. Уже шестой детей Азии. Да, вот используя свой рост. Он плотный до захвата. Но чувствует ковер. Видно, что... И работа ногами. Да, и победа. Да, Эжей Акер одержал победу. Равная была схватка, но вот здесь. При обоюдном работе ногами Эжей Акер Ресолович использовал свой рост. В основном, да. Антрометрические свои данные. Одержал убедительную победу на контратаке. Да, красивая победа. Действительно. Эжей Акер. Ну и говорил я со старшим тренером сборной. Сибирского федерального округа. Ну, надо сказать, что все борцы, которые выступают в национальной борьбе, они все представляют именно эту республику Тыва. У них, конечно, хорошие традиции в борьбе. У них также есть и национальная борьба, которая во многом схожа с Хабсагаем. Но, конечно, они там борются с кушаками. Здесь челлендж смотрит. Челлендж арбитром на ковре работал. Мастер спорта международного класса. Мастер судья международной категории. Навал Кошар. Ну вот, видим, да, как сейчас выявляли победителя. Вот здесь хороший зацеп. И, ну да, тут какие могут быть сомнения. Да, победу держал Эжей Акер. Ресолович. Тут никаких сомнений быть не может. Но просмотр идет. Что там, смотри. Эжей Акер Харесолович. Действительно убедительная, красивая победа. И первый круг он проходит. И проходит очень серьезного соперника Сергея Иванова. Это можно считать малым финалом в первом круге. Да, и сейчас на ковер вызывают Илборджан Бахтияр Казахстан и Нюргун Семенов. Дальневосточный федеральный округ. Красная форма, да, в красных сортах. Бахтияр, Елборган из Казахстана. И Нюргун Семенов. Дальневосточный федеральный округ. И победа. Победу одерживает Нюргун Семенов. Да, дернул он своего соперника. И тот коснулся руками ковра. И, конечно, как вы знаете, любое касание третьей точкой, да, ковра. Сейчас посмотрим повтор. Истинное якутское движение, которое в Капсагае часто пользуются. На дистанции работа, на дистанции за захваты, контроль и сейчас передвижение. Да. Во время передвижения он... И 50 килограммов первый круг у нас потихоньку подходит к середине. И Ильичбек Турсуналиев в Кыргызстан в красных шортах. И Сокбаяр Борян Дуран из Монголии в синей форме. Начинает схватку. И попытка броска сейчас. Захвата со Стойкину. Ушел-вошел. Соперник. Атака со стороны монгольского борца. Мы знаем, что и у кыргызов, и у монголов, конечно, борьба в крови. У них тоже национальные виды есть борьбы. Какие интересные, да, видите? Какая интересная форма у всех, да? Попытка вторая. Из Кыргызстана, сборной Кыргызстана. В национальных традициях 1-0 ведет Турсуналиев сейчас по предупреждению. Ну, здесь в плотном захвате оба Кабсагаица борются. И как бы блокируют сейчас атаки все время борец из Кыргызстана. Ильичбек Турсуналиев. Да. Он тоже, скорее всего, получит. И вот как-то сейчас здорово атакует. Пытался опять зацепить. Ушел, как здорово, Ильичбек Турсуналиев. Но монгольский спортсмен сейчас первым номером работает. Ищет захват. Меньше и меньше он своего соперника. Чуть-чуть, может, не хватило сейчас физически. 1-1 счет. 1-1, да. Это закономерный по борьбе 1-1. И... И... Здесь, да, здесь... Да, Ильичбек Турсуналиев. Ну, был он тоже... Контратака была. Да, контратака хорошая, красивая получилась. Проход за голен, за обои голен. И некуда было деваться с бояру Урану. Сейчас посмотрим повтор. Очень хорошую схватку продемонстрировали спортсмены. Вот. Атака. Монгольского борца. Да. Выхватывает руку, поднимает его. Попытка броска. Без обива, да? Да. И вот успевает, да? Равновесие терял, но за голен схватился. И чистая победа. Ильичбек Турсуналиев. Первым кругом одержал победу. Напомню, весовая категория 50 килограммов. Следующая пара. Парень из Армении. Арам Агаджанян. В красной форме и в синей форме Андрей Винокуров. Республика Саха-Якутия. Вторая команда. Атакует Андрей Винокуров. И... Да. И коснулся, коснулся руками Арам Агаджанян. И одна из, наверное, самых быстрых схваток в первом круге. Андрей Винокуров. Конечно, здесь у него была двойная ответственность, потому что в первом круге один из представителей нашей республики, артоначальников борьбы Хапсагай, проиграл в первом же круге. И, конечно, ему сейчас надо выкладываться не на 100, а на 200%. Из-за того парня тоже надо работать. Да, еще и Дальневосточный федеральный округ тоже ему надо. Да, и 62 килограмма сейчас начнут схватки. Вот выходят спортсмены. В красной форме Василий Кириллин. Дальневосточный федеральный округ. Вот он перед вами. И в синей форме Цереночир Амгалан Баатар Монголия. Схватка длится 3 минуты. Очень быстротечно у нас проходят схватки. И очень красиво, динамично смотрится, конечно, наша национальная борьба Хапсагай. Тут даже не надо вникать. Любой человек сразу же сходу поймет правила и вообще как проходят схватки. Тут все как на ладони видно. Все достаточно просто, но просто только на первый взгляд. Простые правила, конечно, но тонкостей, хитростей в нашей борьбе, конечно, очень много. Очень много, действительно. И человек, который занимается вообще борьбой, да, и близок к борьбе, он понимает, что Хапсагай очень сложный вид. Да, и здесь какую победу одержал монгольский спортсмен О'Чирск-Цирен Амгалан-Батор. Показывает, что, вот как уже сказано, но борьба в философии в Хапсагай. Здесь цена одной ошибки очень дорога. Очень суровое правило. Вот как, смотри, да, зацепил. Вот тут уже, мне кажется, начал, да, свою атаку Амгалан-Батор. Посмотрим. Здесь, да, сам попался, да, здесь. Здесь Василий Кириллин допускает ошибку в атаке. Пытался атаковать сам, но захват, во-первых, был не очень удобный для атаки, мне кажется, да. Длинный был, да. И контр-атака, конечно, отличная получилась. Это надо чувствовать тоже своего соперника. Зацепил, да, за бедро Саряна-Чир. Видно, видно у ребят из Монголии, из Бурятии, из Тилы, да, что какая у них тоже подготовка хорошая, да. У них тоже национальная борьба. И все ребята, то, что называется, борцы называются с чувством, да, сразу чувствуют и соперника, ковер чувствуют, отлично стоят на ногах, просто координация отличная. Эржан-Батор и Улу Арахматилла, Казахстан и Кыргызстан. Казахстан и Кыргызстан, Монголия и Сибирский федеральный округ, они прошли 15 лет, дневные подготовки специальной борьбы, Хабсагаев. И упал сейчас, да. Кыргыз поспешил, поспешил Арахматилла, Улу Мерлан и победу в этой схватке очень быстро также одержал Эржан-Батор, Кыргызстан. Он оставил своего соперника на ковер, просто красиво отошел от него, ушел. Ну да, это еще раз повторюсь, просто кажется, что все очень кажется просто, да, вот. Кажется, что слабый был его соперник. Нет, на самом деле, нет, конечно. Вот. Он за собой его утащил просто, да. И не удержался его соперник. Он уже держал его ногу, крепко держал, хотел его вырвать. Да, ну а что сильнее, ноги или руки, да, тоже тут. Это надо уметь использовать. И, конечно, он оказался на ковере его соперник. Хорошо, хорошо, пожалуйста. Толи секунды, совершенно миг. Да, мне кажется, будут очень интересные у нас схватки уже во втором круге, да. Очень сильные будут соперники, равные. Ана Шапырс, Сибирско-федерального круга, Сергей Каратаев, Республика Саха, Якутия. Арбитр на ковре Юрий Васильев. Какие звучные, да, имена у тувинцев. Просто очень красивые, как песня звучит. Ана Шапырс там. Кого еще мы видели, да, сегодня очень много. Борьба здесь началась с разведки. Обязательно надо прочувствовать своего соперника. И попытка первой атаки. Здесь можно было вывернуть соперника, но успел. Ана Шапырс, Сибирско-федеральный округ, Борис, успел уйти от опасного положения. Ана Шапырс является чемпионом ТВ по национальной борьбе Хуреш среди юношей. Ну, то есть победитель первенства, да. Это о многом говорит. Вот вы говорили, да, что хорошую подготовку прошли, да, спортсменам. На одно место у них 50 человек претендовало. На одно место в сборной команде. Вот это конкуренция, вот это да, вот это уровень. И не случайно, конечно, в первый соревновательный день именно тувинские борцы две золотые медали увезли. Это, конечно, закономерно было. Но, конечно, мы надеемся, что сегодня и сборная республики не останется без золота. Тем более, что на наших обсогейстов мы большие надежды возлагаем. И справедливо, наверное, возлагаем. У нас целый национальный центр работает по национальным видам борьбы, да. Так что должны подготовить спортсменов хорошего уровня. Конечно, у нас есть и даже целая школа Хабсагая, да. Тренера есть. Да, тренера, которые работают именно по этой борьбе. Да, конечно. И один из самых любимых видов спорта у нас. Не только вольный. Опа! Попался к классическому приему, да. Сергей Каратаев, республика Саха-Якутия. Вот о чем мы говорили. Тоже должны были подготовить хороших спортсменов. И очень красиво выиграл, да. Подсечка классическая задняя, за опорную ногу. Хочу сказать, что вот Хабсагай действительно, кроме прикладного, да, вот такого, прикладной пользы, да, кроме того, что ты одерживаешь победу над твоим соперником, конечно же, испокон веку-то использовали это воины, да, вот такую борьбу. Мы ценим в Хабсагай не только вот это, да. Мы ценим в борьбе Хабсагай красоту, действительно. И вот продемонстрировал сейчас, какой красивый прием, да. Как Айкиду. Да. Но это истинный прием Хабсагая. Задняя паскишка, вывал сравновесие за одну руку и почти на лопатку, на пятую точку положил. Да. Но пожелаем удачи Сергею Каратаеву. Его личный тренер Василий Александрович Накельтьев. Он является двукратным чемпионом соревнований, республиканских соревнований. А также занял первое место на чемпионате Монголии. Это многим говорит, да. Следующая пара. Индия представляет сегодня тоже борцов в национальной борьбе Хабсагай. Рикеш Намбер в красной форме и его соперник из Татарстана, да. Рустем Ханов в синей форме. Ну, в Татаре очень сильная борьба тоже. Хуреш на поясах, борьба на поясах. Там проводятся чемпионаты мира. А он является чемпионом России по Хуреш. Да, он является. Вот это да. А индийский борец Рикеш Намбер, да, он занимается в спортивной, частной спортивной школе. И он кроме борьбы Хабсага еще увлекается масс-рестлингом. То есть такими якутскими видами спорта, да, увлекается парень. Есть там у нас пропагандист Бултар, вот он специально подготовил команду и привез. Две минуты еще бороться. Борцы очень открыто борются. Борцы очень активно. О, вот это да. Отошел очень красиво. И потерял равновесие Рустам Канав. Рикеш Намбер выиграл схватку. И он останется в группе А в борьбе за золото. Рустам Канав сейчас только имеет право бороться за бронзу. Вот посмотрим сейчас повтор. Выдернул. Он захват за две головы, но здесь и... Двумя руками за голову, да. Нельзя, в принципе, нельзя. Но он не успел. Ну, разомкнул и перетянул. Итак, последняя пара, да, в первом круге веселка твердит до 62 килограммов. Тигран Симонян, Армения. Я даже не успел назвать Вильяна Ичугаева, а он уже одержал победу. Республика Саха-Якутия, вторая команда. Вильян Ичугаев очень красиво также и быстро одержал победу в первом круге. Его тренер Егор Егор Дмитриевич Малышев. Да, борьба здесь. Здесь подготовка Вильяма. Он уже готовил этот прием. Вот, перевязал одну руку и плечами задавил. И Тигран оказался, Симонян, на ковре. Еще раз посмотрим. Захват за одну руку, контроль за предплечье, рычаг за... И зацепил ногами, да? Там подножку сделал, и уже некуда было деваться Симоняну. Развернул и вывернул. Следующая весовая категория свыше 70 килограммов. Ленар Ахмедшин и Никита Хабаров. Уральский федеральный округ и Республика Саха-Якутия. Никита Хабаров. Станислав Афанасьев тренирует Никиту. Также является финалистом чемпионата Монголии. И абсолютным чемпионом Монголии, да? Никита Хабаров. Вот это да. Посмотрим. Узы крупные ребята сейчас на ковре. У нас юниоры до 16 лет. И у нас отрадно, да, что в нашем народе вот такие большие спортсмены. И уже с такими результатами. Да, победа, да. Да. Просто засыпился. Никита Хабаров. Первая победа. Первая победа, да. Очень был спокоен. Ждал свой момент. И вот этот момент наступил. Вот здесь. Вот как, да? За плечи толкнул. За плечи толкнул. И вывел из равновесия своего соперника. Никита победил непростого. Топ-согоиста чемпиона России по борьбе Хуреш. Итак, следующая пара. Саре Мехаб Омар в красной форме из Сирии. Парень И в красной форме Аверал Дамбанай. Сибирский федеральный округ. Мы понимаем республика Тыва. Чемпион ТВ. Двукратный бронзовый призер Сибирского федерального округа. По вольной борьбе. Вот, да. С хорошей подготовкой парень. Дамбанай Аверал. И вольная борьба у него в школе. И чемпион ТВ по национальной борьбе Хуреш, да? Хуреш очень развит в Азии. Но там разновидности очень разные. Кто с посечкой борется. Кто только сверху. Кто в куртке. Кто с поясом. А Тувины и Мангуды борются в специальном жакете. В сапогах. И тоже привязанной веревкой. И, ну, похожа борьба. Но там, правда, можно стоять на одной ноге и коснуться руками. Две точки, получается. И Аксакал там победителя определяет. Но наш вид Хабсага сейчас прошел локализацию и Всемирной ассоциации борьбы, как неолимпийский вид спорта. И как вид спорта уже зарегистрирован в Российской Федерации. Да. Он уже в реестре. Министерство спорта. Так что можно сейчас выполнять мастерские нормативы международного. Атака Тувинского борца. И здесь что будет? Он сам коснулся при выходе, да, из ковра. Да, здесь. Но уже... Индийский... Был свисток, по-моему. Нет, победу одержал, да. Но в рабочей зоне начал атаку Домбанай. И как-то слишком опрометчиво он атаковал. Ну, надо было вывести за ковер. И засчитывать поражение Домбаная просто нельзя, потому что он после свистка был, да. Ну, вот мы видим только, что в руках, что во рту свисток у арбитра находится. Мы, конечно, слышать не можем, да, когда он свистнул. Ну, как арбитр сам объясняет, ну и как арбитр из ковера. Да, он показывает выход за ковер. Что просто выход за ковер, да. Показал выход за ковер. И борьба продолжается со счетом... 2-0 в пользу, да. Спортсмены из ТВ. Аврал Домбанай. Но он по борьбе более искушенный, мастер. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, да? Это уже показатель мастерства, да? Да. Но достойное сопротивление сирийского борца. Чувствует он тоже борьбу. Уже осталось его минуту бороться. И здесь сирийскому борцу надо предпринимать. Но Аврал не дает... Проход ноги. Осталось 40 секунд. Сирийск просто защищается. Ничего не дает ему тувинский борец. И выталкивает третий раз. Свиска нету. Свиска нету. Проигрывает по предупреждениям сирийский борец. Осталось всего 10 секунд. Но в борьбе Хабсагай 10 секунд это очень много. И очень активен, да? Сириец шунгует. Атакует, атакует. По времени. И время, да. И огорчен этой борьбой. До слез огорчен. Ихаб Сарэм Амар. Борис из Сирии, да, приехать. Он отлично. Хорошую борьбу показал, да. Пол экватора прилетел к нам. Но ему в первом же круге попался кандидат мастера спорта. И у нас борцы третья пара. Александр Алексеев. Дальневосточный федеральный округ. И Абжалбыл Балбаев. Кыргызстан. В плотном захвате сразу же активно проявляет Александр Алексеев. И, ну, здесь с колен, да. С колен бросил, да? Да, с колен бросил, да. Коснулся первым ковра Абжалбыл Балбаев. И победу одержал Александр Алексеев. Александр Алексеев тренируется у Вячеслава Ивановича Данилова. Кроме борьбы Хабсакайон, Дубит, Бокс. Александр. Следующая пара. Перед вами борец в синей форме Эдуард Максимов. Республика Сахай-Якутия. Вторая команда. И в красной форме спортсмен из Индии. Вираж Харшат-Дивекар. Свеобразная стойка, да? Очень открытая была стойка у борца. И этим воспользуется Эдуард Максимов. Турген, это такой прием топса. Это выталкивание с упором на колени. И быстрое такое движение. И сразу вот головой упирается за туловище. И человек, да. И вот сопернику некому надевать. Андрей Пареф-Сурен, Монголия. И в синей форме Нурхан Калдыбай, Казахстан. Схватка началась в дистанции. И сразу же захват. И отлично, да? Да. Пареф-Сурен Андрай выиграл схватку. Посмотрим, да, повтор сейчас. Вот он вытаскивает, понижает его и вывернул сейчас. Готовить, готовить. И вот. Итак, готовятся сейчас спортсмены выйти на второй круг наших соревнований. И уже по двум группам будут бороться спортсмены. Понятно, что кто выиграл, будут бороться за золотую медаль. А те, кто проиграл, за бронзу. Итак, Ижиекер Эрес Олович в красной форме. И вот в синей форме дальневосточный федеральный округ представляет Нюргун Семенов. Также воспитанник Якутской школы борьбы Нюргун Семенов. Посмотрим. Это второй круг. Уже пора достаточно ответственных уже схваток подходит. Нюргун Семенов сейчас, соответственно, сбольшая, но он должен проявить здесь свое мастерство. После первой схватки тренера, скорее всего, подказали слабые места тувинского борца. И осторожно, очень осторожно начинается борьба.